О Господи, Господь, Господь, Бог, ты, Малину, великий, Мой голос вожжет, а слух и радует, и надеюш пошли. О Господь, 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 Бог, ты, Малину, великий, Мой голос вожжет, а слух и радует, и надеюш пошли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Молимся! 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 ты завсёды глядишь молодь, крутится, люди и так далее, тебя любят, тебя шануют, люди сбираются, ну и, конечно, ты на это свертаешь его. Но с годами я стал видеть такую тему, что мы до Господа, когда можно прийти, то мы приходим до Его только в Боге. И даже заповненностью такое скажу, по-другому нельзя прийти до Его. То есть другим, до Его, как неубогим, ты крысти не можешь. Вот. И вижу, что это дотычится меня самого, что я сам Господа могу открывать только как убогий. И людям, которым я служу, я могу проповедовать только убогим. То есть другие про Его ничего не почуют. И они будут людьми религийными, да. Но, значит, исполнять практики религийные, молиться будут, да. Но у веры открывать вот присутность Божию Господа могут только убогие. И я, конечно, первые годы святарства этого не видел, да. Но с годами просто свои послуги святарские видел, что реально так есть. Вот. Вот. А мне первое еще, ну, что скрывается за темой убоги. В моем детстве это у Бога ображливое было слово. Когда хлопцы на тебе казали, ты убожество, это значит, что они тебе принижают. Я помню, как одному был музей, так и знакомый, и я ему скажу, что, ну, что я вижу, что Господь благословляет, как я тебе, ну, тебе помогал, тебе относины у нас некие были, потому что ты пришел в наш дом, в костел, ты пришел как у Бога. И помню, он так и аж, так ему аж не по себе было это слухать, да, что вот я его назвал убогим, да, потому что в зоновских понятиях натуральных, но это такое, ну, понижение, это некий статус такой, да, вот убоги-то никто. Вот. И в светской мове слово убоги, ну, и оно не все-таки не готов на характер. Особливо, а к чему у нас, вот таким, скажем так, послесоветского пространства, это постсоветский. Вот. И, а не слово убоги, оно складается, в принципе, с двух часток. То есть, кто такие убоги, да. Это той, кто не спадеется на свои силы. Той, кто шукает помощи у Бога. И в этом моменте неважно. То есть, может, могут быть люди обездоленные, бедные, несчастные, хворые, да, вот к чему я эту тему тоже и вам поднимаю, да, вот там, по нефратам, которые становятся вот хворым, скажем так, да. То есть, не каждый обездоленный, не каждый бедный, не каждый хворый становится убогим. Убогий в плане религийном. Это той, кто не спадеется на свои силы. Альбо ты шел до такой мяже, когда он разумеет, что я уже не выражаю в этой тему. И тому таки человек начинает шукать помощь у Божьей. Вот это вот есть убогий. То есть, есть в плане светским люди бедные, несчастные, обездоленные, аль в плане религийным, и они не становятся богами Божьими. Я шмат, скажем, такой послужие, там, ведаете, не ведаете, что я шмат готов в одноме харизматичной, да, и таких знают людей, которым Господь такие прородства дает. И, ну, я шмат чул таких текстов от Бога, да, где Господь конкретно показывает, да, что он особливо клопотится про ягонных убогих. Да, вот это вот, если ягонный клопот, что это Богу, с оправды залежит. И один из самых страшных рахов наших людских – это грех самодостатковости. Это когда люди сподяются на свои силы. Не когда у Евангелия Альяна прочитал и у Сурьёс вернул увагу на эти слова, когда Христос скажет, без меня вы ничего не можете. И вот эта логика, да, что до Господа у Сурьёс приходят, ну, люди убогие, да, то есть, ну, для меня эта логика ненавинь, ненавинь и глубокая. И я бачу сам по себе, что я б махчыма Господа живого не познал бы, коли б не открывал свою убогусь. То есть я, например, могу с многими речами справляться, но у меня конкретно в жизни была та сфера, где я абсолютно не давал рады. И я просто просил Духа Святого, Господи, помилуй меня тому, что я, ни я, ни врачи мне не сдольные помахчаю, ни ксянцы мне не могут помахчать. То есть я понимал, что вот я убогий перед тобой. И коли такое срабатывает, да, то есть ты, ты тогда, ну, открываешь присутствие Духа Святого. И вот эта вот тема убогости, она разная. То есть это не только бедность. То есть коли люди отшивают свою бездопомощность, да, коли они, вот, материально бедные, коли они хворые, что мы вам эту тему поднимаем, да, потому что ваше призвание, я говорю, как бы не фраторов, працавать, еще вот людей убогих. То есть тут будет процент, не вообще, тут будет процент людей убогих. И они открытые на добрую весность. Вот этот момент важный, что Господь наш, и Он пришел до убогих, как Он каже, что заполняется слово пророка Исаии. То есть я пришел, как проповедовать убогих, да, как проповедовать людей. Вот. И там у них шага дивно, когда я заходил по листы, да, то есть какая его миссия, кроме того, что он проповедует. У него есть два, две категории цикла. Да, кроме того, что он проповедует. И он лечит сворых, и он выгоняет весы. Это конкретная категория убогих людей. И такой категории можно значить много. То есть это будут хворы, это будут бездомные. Это будут люди, которые не справляются с политической ситуацией в Беларуси, да. Ты ничего не можешь сделать, ты живешь вот просто заложник этой системы, да. Это так само форма удобности. Это будут люди, которые сенсу жизни найти не могут. Да. Это будут люди, которые там залежены от алкоголизма, у которых семьи распадаются. Это разные, разные формы удобности. И можно было бы шмар что-то выдумать. А вот полтора-черкога раз, да, что я по моему лейкому опыту, я, ну, переконанным тем, да, что до Бога можно пройти только убой. И других вариантов не надо. Сейчас я помню, там молодь мне смеялся и говорит, что у меня уже это как вот Бога живого познать надо стать великим грешником. Не надо стать великим грешником, типа блудницей Магдалены, так, как познать Бога. Али открыть свое убовство. И причем не надо навыц становиться убойным. Мы убогие, это факт, это правда. Так это надо признать правду про свое убовство. Вот у каждого из нас есть такие речи, где мы и близко навыц не контролируем. Только надо признать правду такую. Я помню, как свою Бога сейчас открывал на Вице Ярте. Время, как бы, момент был. У нас в Марьянове истекает практика подэктовки до смерти. На закончении Дня Скупения, ну, такая традиция просто, что, как бы, стараемся вспомнить, что мы все можем померть, да, ну, и там некая молитва, так, обновление шлюбов, ну, и как бы мы были готовы до смерти. Я помню, как я вот такой вот молодой пацан и тебе говорит, уяви себе, что ты можешь все не померть. И я в один момент уже шучу, что я убогий. Почему? Потому что первая думка, что проходит такому хорошему католику, когда тебе скажут, что вот это трактуешься до смерти. Что проходит? Ну, до споведи надо лететь, да. Ну, а как рахтоваться? Вспомедаться надо. И я себе скажу, так я два дни буду за до споведи. То есть и я не пошпел еще на гроши за два дни. И разом с тем я чувствую, что мне неспокойно, потому что я сразумел, что навык с моей праведностью, как бы добрый я не посповедавший, как бы я не вылезал вообще из своей гроши, навык с моей праведностью я ничего не сделаю. Потому что могу вот со своей праведностью померть и лежать в гробе, да, ну и все. Вот ты праведный и будешь лежать в гробе. И только, когда Христос прийдет и скажет, поднимайся, вот тогда вот да, то есть я у воскреса. И я завозумел, что навык будучи самым идеальным и хорошим верующим, и я все равно не даю себе гарантии, что я выйду в Царство Божие. То есть я убогий. И когда Господь меня помилует и скажет, что давай-ка так уж и будучи, да, ходи, только тогда я могу засти. То есть навык праведность она меня не исполняет. Ну и этот момент, конечно, таки важный, да. Поэтому я, во-первых, цивилизация, например, наша, что переживая этот ковид, так званно, да. В Белоруссии политическая ситуация. Ну это трагично, это страшно, да. Но я в этом вижу некую руку Божью. Я бы сказал так, я в этом вижу святы Божие. Да, это трагичная ситуация, да. Надо все измогаться, не выжить. Я молюсь и на каждой святой ушей, как Господь нас помил, вот этого ковида и так далее, да. Но я вижу, что это той момент, когда, ну, многим ее шанят в покое, упокоиться, да, что мы, как бы, не господары до конца нашего життя. Медики не справляются, как бы хотелось, что навыка не справляются, да, и политики не справляются, да. Это той шанс, когда мы можем вот, ну, просто покаяться и прийти в Бога и к Боге. И некоторые реально не вертаются, да. Я помню, я интервью такое бачил итальянского врача, который говорит, что я за все-то смеялся с моей мамой, что я нахожусь в костюме. Приходите, молятся, летание, читаете. За все-то здесь смеялся, из тех, кто я сказал, мама, это все стало. Конечно, когда пришел ковид, говорит, я кожу, хвилину, усыпаюсь за Библию, маленькую читаю. Потому что, кажется, увидел, да, что я и кураж, и ничего разрабить на этом не мало. Я чувствую себя убойно за всеми моими ведами, за всем своим опытом, кажется, я увидел, что я убогий, и вот так вот народжается вера, да. Вот так вот народжается вера. Ну, поэтому такая тема, я бы сказал, трошку важная, да. И вертаю, если повторюсь, что мы сами Бог открываем только убогие. И, конечно, когда мы хотим нести Евангелие людям, то вот мой опыт такой, мой опыт такой, что треба шукать убогих. То есть людей такие, вот, увидеть в некем смысле вот эту вот потребу людей. Такую рождение, вот, реально, ну, в некем смысле безрадное. Неколи, я так цикавился, такая, есть система Евангелизации, ячевичная называется, выдумали протестанты, али католики там в США переняли, пусть ля в Италии, в Милане. Я читал подручник такого, итальянского шинза, из Милана, который написал этот подручник Евангелизации ячевичной системы. Ну, не гружу вас всеми нюансами, вот, али там один из принципов этой Евангелизации, и он скажет так, найди своим, не проповедуй усим людям, вот, усим, которые вокруг тебя берем, знайди людей, которые мают потребу, как ты им обмыл ноги, да. И после за этих людей ты молишься, стараешься им послужить и уходить в некий контакт. И это все он спишет. Вот это вот, то есть та категория, которой нужно проповедовать. Это та категория, которая имеет нужду во враче. Да, и Господь сказал, да, что не все мают нужду во враче, да. Только те, кто хворые, только те, кто грешники, да. И именно это, ну, такие вопросы, что Стас Геранинцы, да. И это все он сказал, когда хочешь его наглядывать, шукай вот такое вот в сироте. И у своем святарстве я вижу, что, например, меня Господь вот такие темы завел. Скажу вам на початку вот моего, некие мои послухи, и, конечно, ты идешь в костел, там, в Барафи, там, особенно в Минске, там, молоть не одену. Ты еще ничего не сделаешь, я нужен там, да. Закрыстываешь, ровно в костеле, побирается, да. Але уже у ворши я уже увидел совсем иншую речь. Тому, что Господь меня привел в турму. И я Богу удячно 12 годов служил в турме. И не могу сказать, что я так много там сделаю, так много людей покаялся на зоне. Але это треба было хотя бы этой малой чашки, тем, которые там были, и мне надо было. То есть я сразу видел, что Господь меня ввел в миновито там, где есть убогие. Это была турма, это был приют. Дети, у которых немало батьков, там, по родным причинам. Это был хоспис. Я ходил в палеоативное отделение, где люди помирали от рака. И там католиками не было, але я разумел, что это убогие. Я вот выразно бачил, Господь меня ввел в таком шляхе. То есть это вообще мои годы шлятарства, в принципе, обшанские мои послуги. Это вот такая категория в войне. Бомжи. То есть так само бачил и там даже детали про, как там росли, какие перспективы поразли. Да. У меня даже больше, ну, из некой там женщины переписываются, которые в ЛТП сидят. И пьяницу закрыли, а там сейчас какие-то гроши выслал, некое письмо там написал. Сам писал и сгиблялся, да. То есть в 21-й остатке, да, я пишу письмо. Я уже забыл, что это ролик. Письмо писать. Мейлы эти, а в ЛТП по-другому не напишут. Да. И на калкоганик, она целый год закрыта, и там умовы страшнейшие, чем в турме. Да. У турме простей, чем у ЛТП. Ну, в плане таким физичным, да. Вот. Ну, а я бачу, что саправдый газ хоть на нечто такое благословляет, да. Ну, и таму трошку, ну, и таму трошку на это хочу звернуть ванну, да. Больше того я звернул, например, у Беларуси. Цикавая речь. Есть у меня некаких знаемых, ну, довольно шмак знаемых пятидесятников. У пятидесятников зарегистрованных парафий у Беларуси более чем у католиков. Хоть по колькости их не более. Оле, я близко не хочу свалить пятидесятников. То есть там, конечно, и дарматичные претензии, там да их, и то еще я. Оле, что я бачу. У нас у костюля, коли мы не открываем тему, что Бог приходит до убогих, мы займаемся только девоцией. Побожность девоцейная. Это значит, что там на божество, летание и то еще. Девоцейная побожность. У пятидесятников нет. У них нема таких традиций, как у нас. И они реально шукают людей. Я памятаю, насколько я был удивлен, коли доверяюсь, что в Беларуси есть 15 реабилитационных центров для былых зэков. Пятнадцать. У пятидесятников. У католиков не одного. Реабилитационные центры для наркоманов. Реабилитационные центры все такие там и для бомжов. Конечно, там свои нюансы. Там далеко не все так идеально. А я бачу розницу просто. Ну, это та категория, которая открыта на Евангелие. На добрую вестку. Ну и что такое Евангелие? Это добрая вестка. Люди убогие, только убогие, сдольные почут в добрую вестку, которую проносит Христос. Пока человек не открывает такую убогость, то есть тебе не надо добрая вестка. Тебе не надо Христос, который пробычает. Тебе не надо, чтобы твои грехи были обмыты его кривею. Тебе не требует доброе вестка. Потому что, когда не открываешь твою убогость, то есть тебе не потребен Христос. Все просто. Вот. Ну, я просто увидел эту вещь. Я удивлялся, что, например, те самые пятидесятники справдят. То есть целая работа с наркоманами. Целая работа с зонами. Да. Целая работа с слепыми. Да. Люди, которые будят вову слепыми. Да. Целое служение. Целая работа с цыганами. Это сразу может быть проблемы. Это и криминал, и наркотики, и все. Да. У нас такого нет, потому что мы не открыты это делаем. Да. Вот. И, ну, трошку так, это и мой такой опыт, да. Вот Господь Адаме так это говорил. И трошку вам в этом плане скажу тому, что, ну, в ваших прозваниях послуга, сирот хворых, да, то есть, ну, так бы сказал, там, треба шукать у Бога. И, конечно, я великий противник евангелизации насилы. Не надо там ущем насилу про Бога сказать, что на досповеди повинны пойти. Не надо этого. Але хворые велика часто будут открыты на доблую весну. Это трошку треба так просить мудрости Духа Святого глядеть. Многие будут реально открыты. У костел будет проходить, потому что они начинают хворять. Потому что у них там семьи распадаются. Они становятся убогими. И таким людям надо проповедовать, да. Не так, например, ну, может, такая история. Не так часто доводится шуть, когда, например, нехто навертается, кто усурился и мауши магией. Многие люди у нас так в упадковку лезут, по бабкам походят, там, практики оккультные, да. Я был святым, по милостю Божьим, навертанием джан-джины, которая занималась таро. И у нее были клиенты, то есть она усурьезно занималась таро порошкой. И это были вельми серьезные, оккультные, магичные практики. И она навернулася. Потому что у нее тим момент ей жизнь, она сталася убогой. Только по этой причине. У семьи великие беды начались. И она у нее тим момент становилась убогой. Потому что у нее не хотелось все сделать, чтобы ее не спрыгаться. Знают, что это за джан-джина, чем занималась, и что крыться за этими темпами. Но она настолько становилась убогой, что ей даже не было отшопиться. То есть она настолько шукала помощи Божьей. И я реально не удивлюсь, что как раз-таки такие. Вот только до Господа и приходят. Ну и тому вам про это трошку скажу. И мы и сами до Бога можем прийти только в убогие. Да, всурьезно. И люди открытые на Евангелии, это само убогие. И таких людей треба шукать. Я никогда удивлялся одной такой речи. Вот когда я был в одном веке, что в Польше. Мне казалось, что наибольшие теологи будут открыты. Ну, в богозловии, кто сканчивает теологию, они будут открыты. Вот на дары Духа Святого, на эти темы. У нас в супольности святых студентов было 150 человек. Теологов было только пару человек. Меня это удивляло. Теологам то в Богле не было интересно. Дух Святых Даров и Бог не было интересно. Очень много, кого было. А это были психологи. И это были медики. И в Богле после удивился одной интересной речи. Что в многих парафиях, в малых парафиях, на исходе Беларуси. Как правило, там будут наставники. Какие-то люди эдукованные. То есть, которые, ну, культуру знают. То есть, по этой межиншим, по этой причине. И медики. Мне интересно было, почему, правда, вот так много медиков, но все-таки верующих. Когда взять социальную группу, да, вот. Поглядеть, да. Кто здесь верующий. Я не сделающе, когда медики окажутся, что они более верующие, чем чем-то. Не сделающе. Почему? Потому что досвечивают свои удовольствия. То есть это, ну, своею, в смысле, что... И надо бачить с одного боку чудо Божие. Безрадность. И бачить, как Господь помогает, да. Я бачу, что религийность между медиков меня забестостовляет. Потому что она, по-моему, проявляется религийность. Многие медики будут сказать, да бабки сходи. То есть мы тебе не поможем сходи к бабке. То есть вот такие так самые истории с нами, да. Вы раньше говорите, что это не к нам. Так сходи туда и туда. Но многие медики, реально, они верующие. Потому что они досвечивают, они бачивают, что наука и медицина далеко от всего не выражают, да. Что вот есть некая межа. Да. А таким теологам, да, и все, нам кажется, что межа нет. То есть мы пирогананы, что мы можем все. Вот из обливок сянзы, там все острые законные, да. Могут быть пирогананы, что они, в общем, разбираются. Они вообще ведутся. В политике разбираются. В будове разбираются. В религии разбираются. Все ведутся. Это редко ты знайдишь такого сянза, который скажет, я не веду. Вот люди проходят, да, вот, скажут, я не веду, я не разбираюсь. А редко ты знайдишь, да. И тогда мы не убоги. А медики, это я вам не похвалу, как же, а просто реально довважаю, что вот в многих парафиях на Всходной Беларуси довольно-таки великий процент медиков. Да. Увеличивая, что это малые парафии. Потому что мы имеем мощность, когда вот осветить некую область. Окей. Не веду. Смотрите, вот вы еще долго-недолго будете у сестры Вячеслава, у социального центра, да, вот. Но я бы сказал так, что то, что есть в социальном центре сейчас с Вячеславом, да, это так само связано с этой послухой убогим, да. И она такая, эта послуха новаторская. Она абсолютно новая для Беларуси, для нашей еще традиционной побожности и так далее. То есть там есть место для инвалидов, там есть место для бомжов, насколько я разумею, да, там кормежка, да. Там есть место для людей поковеченных, которые там с турбом повыходили, да, где-то там сейчас было там закрещено волонтерство. Ну, это послуха убогим. Это послуха убогим. Это как раз таки та территория, где сеется Ивангелем. Да, вот. Ну, поэтому так само это некий опыт таких каштов, сказал бы я так. Окей. Еще одна из таких категорий убогих. Но теперь я взумею, что у вас такого опыта за шмат не будет. У вашей послухи там на ваших бочах шмат людей помирало или нет? В Минске? Нет. Ну, там уходит все так, что... Особенно... Ну, я же... Уходит все так, но в основном, которое считает. Знаете, это так просто вам так хотел троху закинуть эту тему. Ну, может крытиться, там, ниде трансовать. Да, вот для меня это троху дивная была речь. И ниде я подшел, и после этого баджи что ранил так ешь. Что, конечно, хворые, это есть категория убогих людей, да, которым можно служить, и так само, ну, по-своему, насколько отрывается проповедность Евангелия. Ну, и ведами, и так, и опытом, там, неким религиейным делиться. Вот. Но есть нечто особливое в духовном мире, когда человек умирает в самом момент смерти, когда человек при смерти. Когда будете затекавлены, можете пощупать неколи. Есть такая, не помню, колумбийская мистокина, еще живи, если бы что. Каталина Ривас. У свой час были вядомые ее иные приватные объявления относно илгаристы. Ее влюблялся Христос и Мария, и она по часткам поначала, что отбывается в частности святой мши. Каталина Ривас. И есть у ее такие объявления, что отбывается с душой, человеком, который помирает. Я неколи прочитал это объявление, я по-своему так уразился. Там ни быта ничего особливого не написано, а не уразился. Судность у тыл, что наибольшие атати в яблок идут в этот момент пирохода. То есть человек, который уже повинен померть, а доходит до этого света, как правило, у многих, у жителей многих отбывается огромная битва. Да. И не к мне этот коллег читал это объявление, там больше неколи брошюрка такая выходила этой Каталины Ривас. Но ее арцебископ благословил, то есть дозволу этого мясового арцебископа выходила. И я к этому разница, да? что в тот момент смерти бывает особливая битва. Одна моя знакомая, она была неколепонтанной. И слава Богу, из их знакомых, когда она уже была вызволенная от ябла, там страшные оккультные практики были над ее, и вызволение долго тревало. То есть я за ее уже познавимую, как таким свободным человеком, верующим. И она працевала медсестрой. И она после этой истории таких, ну, демоничных, после открывала там мощные деяния Духа Святого и так далее после вызволения. И она некий такой дар особливо имела на Господа, что она могла дружить, аль бы бачить Духу. И она работающая в больнице, и она мне часом рассказывала, как она заходила в палату, и она часом видела, когда человек, який помрет, Господь ей это показывал, да. То есть она там в покаяние призывала человека. И она, когда заходила, начинала молиться, и она часом рассказывала, что она бачила Духа, который начинает по палате гонять, да, когда молились, да. Интересно, что Каталина Ривас в своих объявлениях, и она вот там пишет, узгадывая про некую сестру законную, которая имела таки, да, такое покликание молиться за людей, которые помирают. Да. И она вот просто с ружанцем ходила в палату, в больницу заходила, в иновитор там, где люди помирают. Потому что открывала покликание, что тут и где особливое измогание за эту душу. И я вот памятую, что мне это, ну, опыт моей знакомой, он меня тоже издевлял, да. Она рассказывала про всех этих Духа, как она молится. Вот реально люди помирали потом после этой молитвы. У меня за мою практику такие две истории отбились в памяти. Ну, на эту тему. У одной парафии, когда я был, пришли такие жанчинки и скажут, что, ну, придите, посповедайте нашу маму, наша мама в поме. И она не может померть, да. И оказалось, их мама была, ну, такой верующей, доброй католичкой, а ли дочкам своим не раскумачивала, да, что, ну, позвали чинза и так далее. Меня удивило, что. И она была в поме трое суток. Как я только вошел в ее покой, где она лежала, и она отразу на моих вачах померла. Дословно я только переступил порог. И она угаснула, а была в поме. Она угаснула и перестала, и не выдохнула. И сразу они замедушилися, стали вызывать в милицию. А я молился за ее, то есть так, по канонам так можно, да, когда вот только-только человек повел. Мы не знаем, в какой момент душа доходит от тела. Я призвал ее к покаянию. Сказал, когда каешься, там, под умовой, я разрушаю тебе, уделяю абсолюцию и так далее. То есть судность какая была. Трое суток человек мучился, пребывал в поме, чекающая по культуры для святого, как отойти. То есть это была битва. Как отойти по еднанной зазвы. Итоги, по милости Божьей, дочке на третьи сутки им дошло, да, что надо тут нечто сделать. То есть она чекала этого момента. Вот этот момент перехода. Вот это вот одна история меня уразила. Другая история уразила, когда одни парафеяне попросили, меня так само подобно, там старенькая их бабуля, там уже 90-парых годов, и она снова в поме, да, и врачи кажут, мы на эту больницу забирать не будем, мне надо завтра не доживеть. А она взяла дожила еще целую неделю. И она мне кажет, слушайте, мы не знаем, что делать. Урачи не забирают в шпиталь этого человека. Нам надо на работу идти. И мы не верим. У нас у нас уже труп лежит, да, живой человек. Скажем, мы не можем, скажем, а нам что делать? И не реально вот такую панику. Только нам что делать? Нам же жить надо. Она в нашей квартире, да. Это не разумеется. И она мне кажет, ну, приедьте, помолитесь хоть что-нибудь, да. И я тогда и память вот меня удивила. Я начитался Каталиной Риваса. Вот я как раз таки живенько вот про все вот эти вот думал, что это, ну, там, битва такая духовная. Я приехал, и она ничего не почула. Я ей вот так вот казал, что, коли ты чуешь, то есть вот, ну, так само, коли будете сворами, будете бачить, когда она умирает, вы это робите. То есть вы не уделите раскрашением, само собой. Али вы можете казать спокойно, коли ты чуешь, только если в таких и таких грехах называете эти грехи, называете, там, например, там, ты выркаешься духа такого и такого. Назвать его можно. Дух оккультизма, дух магии, там, да. Дух смерти, коли там были аборты, там, те суицидальные деньги, да. То есть вы можете человеку сказать, что он сам может сделать эту работу, навод, коли он помнит, он чует, да. И я нечто такое робил для этой женщины. То есть я ее и называл в этой грехе. Сказал ей, что, коли ты выркаешься их, ну, выркаешься в думках, да. Я говорил еще одной к человеку живым, потому что она уже лежала май шпектр. Потом стал молиться, приказывать всем духам, как они вышли от жизни, да. Я их стал гонять этим духом, да. Приказывать у меня Христа, как подошли. Ну, и так не дегодинку помолился над нее и пошел. Ну, и говорю, ну, все, я что мог сделать? То есть я сделал такие. Я поехал туда. И они такие глядят мне и говорят, да ка нам что рабить? Я говорю, ну что, не ведаю? Ну что, я помолился. Ну все. Тут гляжу на годинниках. 15.00. Я говорю, слушайте, о, годины милосердности эти. Я говорю, я выезжаю, вы берете ружанцы, молитесь в виночек до Божьей милосердности. Я выехал, и они не скончили виночек до Божьей милосердности. Она померла. То есть я только отдыхать ехал. Если не вернулся она в это кащел, она мне уже звонит и говорит, слушайте. Как это не что с нечем. Кажется, она раз и еще я зашла. То есть она тыдень чекала этого момента. И шла битва, реально духовная битва за ее. Она чекала тыдень, пока ей верующие помогут перейти за этого света у них. Ну, я думаю, что это нечто серьезное. Да, это нечто серьезное. И, ну, трошку вам это скажет, потому что вы, скажем так, вашим покликаньем таких, как медики, как подруга чертвора, кто-то надо здесь на увазе. Нечто такое сопливое. Думаю, люди Божие, святые многие писания маями, которые помирают, многие спокойно помирали. Думаю, что такие битвы отбываются. Конечно, далеко не уже все. Да, это... Альбо надо быть надто-надто святым, альбо таким добрым грешником. Скорее всего, да. То есть дьяволы альбо грешника в пекло будут хотеть тянуть, да, альбо наборок святого вот тут будет сбить, да. То есть там святый Мартин так помирал, вот Лашка, да, вот там дьявол атаковали. Ну, так, трошку вам дякуюсь, как на это вернуть увагу. Вот, и последний пункт на эту тему. Да, вот этой послуги к Богу, да. Некий наткнуть вас на это дело. Одна из таких самых великих, сказал бы, ну, не самых великих, али один из планов Божих, это Господь хочет жить у нас. Это ведь несерьезная речь. И в Писании про это шмат будет сказать. Роли Духа Святого меж имшим, это жить у нас. Про это будет не цитую, не шухая из этих текстов, это будет масса текстов. Новый Завет просто он аж пропитанный этой темой, что Дух Святый у вас, внутри у вас. Павел будет сказать, не ведаете вы, что вы Храм Божий, что Дух Божий живет у вас. Кто снишит эту святыню, того снишит Бог. Кане про грахи неочистости, Павел будет сказать, апостол Павел, что той, кто грошит неочистостью грошит, не только против своего тела, а против Господа, потому что телы святые, потому что вы Храм Божий. Ну и эта тема шмак, ну как бы, Бог, который не створяет Адама, он вдохнул в его жизни, взял вот этот вот кусок тела, и он вдохнул в Духу Святого. И есть у этого огромный план Божий, что Господь хочет присутничать в этом мире, присутничать в верующем человеку внутри. Что это означает? Что когда мы будем послажмяны Духу Святому, то Дух Святый про нас будет говорить. Часом ты будешь говорить простые речи, а они не будут простыми, потому что за ними будет идти сила Святого Духа. Когда мы наполнены Духом Божьим, то ты просто человека за руку возьмешь, и не ты уже возьмешь, а Господь возьмет и может дать мир этому человеку. То есть такие планы Божьи, такие речи веры, что это реально так есть. Когда человек наполнен Святым Духом, приходит, например, в некий покой, в некую квартиру, в некую палату, то когда там есть черти, им станет неспокойно только от того факта, что сюда пришел нехто наполненным Святым Духом. Ах, истин! Момент серьезный для вас пришел, что будете служить не тем, 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 тем. Просто не будете еще молиться и просить Духа Святого, что Господи, ты празмяни, докранися до этого человека. Чи там при старикам на голову руку покласти, чи даже за руку взяться. То есть просто просить, что Господи, ты празмяни вот так вот, ты говоришь празмяни за этим человеком, да. Это серьезный план Божий. И Господь, думаю, таким образом прославляет. Ну, короче, про это дело помните. Хвала Ицу и Сыну и Духу Святому, как была спрят веку, чем вера за учёды и на веки вечная. Аминь. Мя Ица, Сына и Духа Святого. Аминь.